Осторожно, гололёд! С первым снегопадом и холодами всё больше якутян обращаются в травмпункт, а водители в ГАИ. За последние две недели число обращений в эти службы заметно выросло. Насколько и как в городе борются с гололёдицей, расскажет Марьяна Кутукова. Единственный городской травмпункт круглосуточно принимает всех пострадавших якутян. С наступлением холодов их поток увеличился на 15-20%. Если сравнивать на прошлой неделе, то по обращению было 60-70. В сутки, да? В сутки, да. А сейчас 80? Сейчас около 80, ну свыше, в пределах 80. Ну и количество именно переломов увеличилось. В основном переломы верхних конечностей, это перелом лучевой кости в типичном месте, ну и также переломы нижних конечностей. Неподходящая обувь, необорудованные дороги, тротуары и лестницы, а иногда и невнимательность. Основные причины травматизма при гололёде. Особенно нелегко в такой период приходится пожилым людям. К слову, они самые частые пациенты травмпункта. Например, вот я взяла сегодня тросточку, потому что боюсь поскользнуться. Думаю, надо было почистить вот эти тротуары, пока она совсем не замёрзла. С наледью на улицах столицы начали бороться со 2 октября. Главная эффективная мера – отсыпка дорог речным песком. Бригады Якут-Дорстрой работают в две смены, а во дворах их убирают управляющие компании. Мы охватываем 109 улиц, отсыпаются перекрёстки, пешеходные переходы, заезды к автобусному остановку. Если в обычные дни в Якутске за сутки случаются около 10 дорожно-транспортных происшествий, то сегодня из-за гололёда происходит порядка 25 аварий. К водителям, значит, своевременно подготовить своё транспортное средство к зимней эксплуатации, то есть это переобуть автомобильные шины на зимние, к водителям-транзитчикам иметь при себе противоскользящие цепи, ну и, конечно же, оценивать свой опыт вождения, метеорологические условия, погодные, то есть в каких-то случаях воздержаться от поездки. Ну а обычным пешеходам, вроде меня, лучше прислушаться к советам врачей. Во время ходьбы в гололёд необходимо наступать на всю поверхность стопы. Руки, по возможности, должны быть свободными, не нужно держать их в карманах. Это лишь увеличит риск вашего падения. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.